Я вас люто приветствую, меня зовут Александр. Видео создано при поддержке паблика во Вконтакте For Honor Today, ссылка в описании. В прошлом видео я рассказал вам о тактике в различных игровых режимах, но упустил из виду, как мне показалось, не заслуживающее особого упоминания дуэли бойню, а зря. Во-первых, здесь не имеет значения ваше снаряжение и можно потягаться силами с игроками более высокого уровня, не сетая на преимущество экипировки. А во-вторых, нас с вами интересует режим игры против ботов, а точнее, бойня против ИИ. Но для начала немного цифр. Вне зависимости от того, одержали вы победу или проиграли в режиме бойня, вам начислят 250-300 опыта и 19 стали. При этом не имеет значения, играете ли вы в паре с живым партнером или остались в команде с ботом против ботов. Средняя продолжительность трех раундов – полторы минуты, именно столько вам потребуется выиграть, чтобы одержать победу и получить навар. Играя в режиме захват, уничтожение или схватка, при среднем балансе сил вы потратите на игру от 10 минут и более, получая при этом от 300 до 800 единиц опыта и 40 стали. Проведя нехитрый расчет, мы видим, что играя в бойню то же самое количество времени, что и в другие режимы, получаем гарантированно больше опыта и стали. Повторюсь, в бойне награда фиксирована вне зависимости от победы или поражения. Имеет значение лишь количество совершенных убийств, что увеличивает прирост опыта, стали же всегда 19 единиц. Ну и конечно же периодически вы будете получать экипировку на слом. Все это имеет смысл при ряде условий. Первое – статус легенда или примак, который увеличит полученный опыт на 25% и добавит процент к получению стали и экипировки. Второе – ваше время, которое вы готовы потратить на игру, ведь его потребуется немало. Как же завершить режим бойня против ботов так быстро и получить награду, спросите вы, ведь боты здесь не так уж и тупы, и как показала практика, игра выставляет их пропорционально силе вашей команды. То есть, если вы первого уровня, а напарник 20-го, то и боты будут стремиться к максимальному. Если же вы играете один, то боты будут скалироваться под вас. Заходим в интересующий нас режим, присоединяемся к игре, которую заканчиваете как хотите, побеждайте, умирайте, не суть важно. Главное, после окончания игры идем в голосование и выбираем карту Горная крепость в режиме бойня. Я предпочитаю использовать именно ее из-за трех мостов и двух обрывов. Как вы уже наверное успели догадаться, тактика здесь сводится к быстрому скидыванию своего противника в пропасть и последующей помощи напарнику, будь то боту или живому игроку. Все, что от вас требуется – быстро применить толчок и сброс. Если не успеваете по таймингу, то сначала блокируйте атаки бота, а уже потом, когда он обессилен, скидывайте его в пропасть. Если вы оказались в неудачной позиции, не ввязывайтесь в бой, пробегайте на мост, обязательно заагрив бота на себя, иначе он метнется на помощь своему напарнику. На мосту прием все тот же – толчок, сброс. Используя эту нехитрую тактику, вы достаточно быстро завершите три раунда, получите свою награду и снова переходите на вкладку с голосованием, выбирая все ту же горную крепость. Если игра не предлагает вам эту карту, выбирайте осколок, разрушенную башню или мост в святилище. То есть именно те карты, где больше всего возможностей вытолкнуть ботов за пределы карты при минимальных затратах во времени. Но горная крепость в этом смысле является наилучшим вариантом. Да, возможно первое время у вас не будет получаться сразу, не несколько раз вы погибнете или вовсе проиграете. Однако, разучить один прием куда проще, чем пытаться выиграть в режиме захвата. А используя этот вариант, вы сбережете немного нервных клеток при прокачке вашего героя с нуля. Итак, подведем итог. Потребуется примак, запас вашего личного времени, отработанный прием толчок сброс и карта горная крепость. Сбрасываем своего оппонента, помогаем напарнику. Повторяем до потери интереса к игре. Да, задрачивая таким образом игру, конечно можно быстро потерять вообще всякое желание играть. Однако, наверняка найдутся такие люди, которые будут посвящать этому способу много времени. Кстати говоря, предпочтительнее играть с ботом, так как не всегда вам попадется адекватный напарник. Однако, если такое случилось и вы поняли друг друга, то сможете еще и станцевать в конце каждого раунда. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Поставьте ему лайк, а также не забывайте оставлять комментарий и подписываться на канал. Впереди вас ждет еще много полезного и интересного материала. А на сегодня будем заканчивать. Увидимся в бою. Всем котиков и совушек. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok